Добрый вечер, уважаемые друзья! И я, я прежде всего... Так, кто-то у нас очень экономит электроэнергию. Хоть мы... Вот так. Хоть у нас нефть и нет, но электричество мы, особенно в праздничные дни, не кокнем, да? Прежде всего, я бы хотел всех попросить сделать два шага вперед. Уважаемые друзья, очень рады вас здесь видеть. Знаете, прежде всего мы как республика спортивная, полубаскетбольная, мы всегда умеем делать эту так называемую волну, да? Давайте так, вот сделаем волну вот с этой стороны, вот так вот. Так, раз, поднимаем, и сюда, так, еще раз, сюда, поднимаем. Так, руки у всех есть, и потому мы предлагаем, соблюдая старую нашу традицию, давайте, чтобы мы чувствовали единение, давайте все друг другу, желая хорошего праздника, так, и поздравляя Людву и друг друга, давайте поделимся трехцветными браслетами, хорошо? Вот, и сделаем такую волну с одной стороны, с другой стороны, и давайте друг другу, друг другу поможем ее за, как это называется, завязать. Так, ну, и как успехи? Пусть успеваем, нет? У всех есть браслеты? Дарва. У кого не осталось браслета? У нас, спасибо, да, с другой стороны. Драги, драги. Так, сделаем. Ну, и так, все уже завязали или нет? Так, ну, давайте, сейчас уже сделаем трехцветную волну. Так, и с этой стороны. Так, у всех есть браслеты, все, значит, можем понемногу начинать. Так, уважаемые друзья. Днем государства, днем коронации, днем коронации литовского короля Миндогреса. Это один из самых молодых наших праздников, который наряду с одновременным во всем мире исполнением гимна Литвы стал очень хорошей традицией, напоминающей об истории нашей нации и нашего государства, вот уже тысячи и десяти лет в этом году по пройденном пути, поталкивающей к сплочению и к смелости идти дальше. В XIII веке, создавшие свое государство, наши предки отстояли страну перед сильными агрессиями того времени и столетиями боролись не только за свою, но и общую европейскую безопасность, свободу и европейскую идентичность. Опираясь на этот духовный фундамент, литовцы выдержали чужой гнет и оккупации, тюрьмы и ссылки, попытки заставить забыть свой язык, веру и традиции, физическое и моральное насилие. 766 лет назад литовский князь Миндуга с такой твердой рукой объединил разозненные литовские земли, крестил поселение языческое государство в Европе, да, мы такие, был признан европейскими правителями и по тогдашней традиции с благословения Папы Римского стал королем. Мы стали членами европейской семьи. Сегодня Литва в душе каждого литовца, каждого здесь присутствующего литовца и, надеюсь, каждого к нам присоединившегося друга. Это так или нет? Да! Спасибо вам за это! Спасибо вам, что вы здесь и за то, что мы вместе. Давайте друг другу поглопаем! Наш праздник с каждым годом становится все более-более интернациональным. Ариана! Ариана! Я в уголе от Матича! Да! Интернациональным не потому, что Ариана здесь. Так, я хочу познакомить и представить своих друзей и коллег, которые присутствуют здесь. Так, вижу. Дмитрий Сасас, генеральный консул Республики Кипр, Санкт-Петербург. Наш сосед Ангел Антонов, генеральный консул Болгарии, генеральный консул Украины, Леся Лозинская со своим коллегой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я только не успел сказать, что генерал, генеральный консул Ангел Антонов тоже со своим коллегой пришел. Да? Давайте его послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, также у нас сегодня генеральный консул Словатской республики в Санкт-Петербурге Игорь Берцан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, послененец, управляющий генеральным консулом Румынии в Санкт-Петербурге. АПЛОДИСМЕНТЫ И его прекрасная другая, по-моему, тоже здесь? Да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот она. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, соседи — это на закуску. Вице-консул Латвийского генерального консульства Екатерина Тулина. Хотя и большой, но не вижу есть Габбар. Габбар должен был быть. Еще нет, он придет как разведчик в последнюю минуту. Так, уважаемые друзья, сегодня в полдень напротив президентского дворца на площади Симона Садоуканта-Савильниса были подняты национальный желто-зелено-красный триколор и исторический флаг Литвы. Это была последняя церемония поднятия флагов для президента Литвы Дали Грибовской. И символическая благодарность ей за 10 лет служения стране и гражданам Литвы. В наступающую пятницу здесь же пройдет инаугурация нового президента Гитана Сануседы, пятого президента, восстановившего независимость нашего государства. Граждане Литвы сделали осознанный выбор, уверены в дальнейшем развитии своей страны и будут помогать своему президенту в осуществлении его полномочий. Через несколько минут более чем в 80 странах мира прозвучит гимн Литвы. Это уникальная традиция, когда литовцы и их друзья одним голосом по всему миру исполняют народную оду Винцеса Кудирки. Неповторимый для нас всех Санкт-Петербург уникален и в этом. Ведь в первый раз публично эту песню, еще не зная, что она станет гимном независимого литовского государства, ровно 120 лет назад исполнил хор литовцев под управлением Чеслова-Соснаускаса. Хор литовцев Петербурга. И сегодняшнее исполнение дань уважения им всем, тем, которые иногда ценой своей жизни, своим трудом, своими талантами, идеями и хорошими намерениями помогают строительству литовского государства. А главное здание государства – это школа. И в Литве существует уникальная школа, которая называется очень символически «Дом литовцев». Восстановившая независимость Литва в 90-м году, несмотря на все многие проблемы, которые у всех появились, одним из первых своих актов создала школу «Дом литовцев» для детей, сперва ссыльных в Сибири, а потом уже исторически получилась школа из других стран, те, которые возвращаются в Литву для учебы и дальнейшего строительства своего государства. И я сюда хочу пригласить Милану, к мнению, с родителями. Аплодисменты. Аплодисменты. Антаны с Киалбас. Антаны. История с родителями. Мы, к сожалению, Тимофей Кучалин, который сейчас находится в лагере, не может присутствовать, но его родители тоже здесь. И мы хотим для этих молодых. И прежде всего я хочу поблагодарить их родителей за то, что они сделали очень важное дело. Когда по субботам и воскресеньям другие мяч гоняют, так они учили литовский язык. Они решили, что они сейчас будут учиться в Литве. И я хочу, чтобы мы Милане и Антанысу, и его, и также родителям Тимофея, также еще раз похлопали за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина Яратскас АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина Яратскас АПЛОДИСМЕНТЫ У Шаполайкиман АЧУ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Галана А Галана нам сделает другой символический подарок Мы договорились, что минуты две Потому что уже все идет к концу Галана, хорошо? От нее музыкальный подарок АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка Играет музыка Играет музыка